А в день проведения досрочных выборов губернатора Алтайского края жители Барнаула смогут отдать свой голос и за детский сад, который, по их мнению, должен получить средства на дальнейшее развитие. Идею предложили общественники, глава города ее поддержал. Как будет проходить голосование и все ли жители краевой столицы смогут принять в нем участие, мы сегодня спросим у председателя комитета по социальной политике Барнаульской городской думы Марина Ермоленко, ну и общественника в том числе. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. На всех городских избирательных участках можно проголосовать за детские сады, где будет находиться урна для голосования, потому что многие люди жаловались, что урны для голосования в предыдущие выборы президента были как-то не очень удобно расположены. Или они даже о них не знали, где проголосовать? Действительно, у нас 9 сентября барнаульцы смогут проголосовать в 134 пунктах. Я хочу отметить, что на одном участке, где проходит голосование, у нас может быть три пункта для голосования, но пункт для голосования за детские сады будет один. Будет яркий очень плакат, баннер, будут люди, которые волонтеры будут показывать, куда пройти. И, собственно, вот учитывая тот не совсем позитивный опыт прошлого года, я думаю, все эти нюансы будут устранены, никаких проблем, по крайней мере, с территориальным расположением в этом году не будет. А будет ли список детских садов в бюллетене представлены? Как он вообще будет выглядеть? Или просто человек может прийти, ему дадут какую-то бумагу, и он напишет номер детского сада, к примеру? Будет написано «Ваш любимый, лучший детский сад, пустое окошечко», вы в него вносите номер вашего детского сада, за который вы хотите проголосовать. Все предельно просто. Если вдруг у нас есть действительно родители, которые не знают детские сады по номерам, ну это может быть название, волонтеры помогут, расскажут и все объяснят. Или по адресу, или по названию очень легко можно будет найти номер детского сада и вписать его. Это детские сады не новые, я так понимаю, да? Это все детские сады. Потому что, конечно, мы, я думаю, не совсем правильно бы выглядели, если бы мы выбирали только детские сады, которые непосредственно нуждаются, например, в ремонте. Это очень часто задаваемый вопрос. Эти средства, конкурсные средства, я еще раз хочу напомнить, что это было предложение общественников для того, чтобы провести этот конкурс для развития образовательной среды, средства должны поступить. Не на ремонт. Не на ремонт. Родители задают, и в том числе в сети интернет, эти вопросы. Существуют отдельные программы у муниципалитета по капитальному ремонту и так далее. Их несколько, этих программ. Здесь речь идет о поддержке современной образовательной среды. Потому что, мне кажется, что воспитательный компонент, он тоже очень важен. Поэтому здесь детские сады будут сами решать победители, что приобрести. Спортивный инвентарь, методическую литературу. Кто-то, может быть, занимается здоровьезберегающими технологиями. Им нужны какие-то специальные приспособления для этого. Поэтому это именно современная образовательная среда. Марина, а какой бюллетень будет признан недействительным, например? Ну, в отличие от той же самой комфортной городской среды, когда мы выбирали территории и могли голосовать за несколько территорий, здесь, конечно, необходимо вписать один детский сад. Потому что, если вы впишете несколько, ну, в принципе, будет одно окошечко для того, чтобы это сделать. Но, я думаю, такой бюллетень, естественно, очень сложно будет признать действительным, потому что сложно будет выбрать, за какой же детский сад вы все-таки проголосовали. То есть, либо номер, либо название. Либо номер. А кто может проголосовать? Только ли те, у кого дети в детский сад ходят? Или, например, вот и я тоже? Нет, конечно. Мало того, что у нас могут проголосовать и дети, начиная с 14 лет. Если у вас есть паспорт, приходите, и у вас, например, ходит в детский сад младший братик или сестренка, или даже если у вас никто не ходит в детский сад, но у вас есть очень активные соседи. Я знаю, что сейчас очень многие агитируют своих соседей, своих друзей для того, чтобы прийти проголосовать за любимый детский сад, для того, чтобы детский сад занял первое место. Получил, кстати, 500 тысяч рублей за первое место, за второе 300, и за третье 200 тысяч рублей. То есть у нас три детских сада окажутся победителями в итоге? В каждом районе. Это 15 детских садов. А если, например, на каком-то участке проголосуют, ну там три человека, то будут их голоса засчитанные? Вот если будет малое число людей, которые проголосуют? Ну смотрите, еще один очень важный момент, тоже очень задаваемый часто вопрос. Если я прихожу и голосую в железнодорожном районе, а ребенок мой, например, ходит в индустриальный район, детский сад, такое тоже случается. Могу ли я? Можете. На своем участке вы можете проголосовать за любой детский сад на территории города Барнаула расположенный. И потом уже общественная комиссия районная подведет непосредственно итоги рейтингового голосования, передаст эти данные в общественную комиссию городскую, муниципальную, они созданы. В состав этих комиссий входят и депутаты, и представители родительской общественности, и органов исполнительной власти, достаточно широкое представительство. И по итогам рейтингового голосования, поэтому может оказаться, что в железнодорожном районе больше всего людей поддержали, например, какой-то детский сад индустриального района. Это тоже может быть, бабушка там живет, тетя, дядя. И знаете, самый интересный момент, что действительно люди сейчас как-то вот включились очень живо, активно в эту работу, именно по агитации за свой детский сад. Еще один вопрос часто задаваемый. Вот у нас маленький детский сад, у нас там три группы, а есть детские сады, где 15 групп. Вот как же мы будем конкурировать? Без разницы. Давайте сказать, очень активные родители именно в этих небольших детских садах. Они агитируют. Ну вот, по крайней мере, ко мне обращались уже несколько человек. Марина, приголосуй, пожалуйста, за наш какой-то конкретный детский сад. Поэтому мне вот еще придется выбирать, какой детский сад приголосовать. Ну и работать будут эти урны для голосования, я так понимаю, тоже с 8 до 8? С 8 до 8, да, совершенно верно. Спасибо, Марин. А я напомню, что сегодня мы говорили с Мариной Ермоленко, представителем комитета по социальной политике Брандовской городской думы, и говорили о том, как же выбрать любимый детский сад.